Ах, как хочется жить и испытывать радость от жизни, Бесконечно любить и служить бескорыстно отчизне! Ах, как хочется ввысь под небесную вдруг устремиться И порхать, и парить, и летать в небесах, словно птица! Ах, как хочется быть безупречным во всем человеком! Созерцать и творить лишь добро до скончания века! Созерцать и творить лишь добро до скончания веке! Созерцать и творить лишь добро до скончания веке! Ах, как хочется жить, чтобы творить для вас, дорогие друзья, для всего мира! Созерцать и творить лишь добро до скончания веке! И получил свою жизнь! Но, к сожалению, может быть не так, как хотелось бы! Хотелось бы, чтобы этот сборник был у каждого в руках! Но пока это не так! Пока мы будем передавать из рук в руки и читать его замечательные стихи! Сегодня у нас поэтический вечер, на котором присутствует виновник его Рубен Григорьевич Айропетов! Прошу вас! АПЛОДИСМЕНТЫ Можно подъезжать аплодисменты, любимая Горова Ваня! Забегу немного вперед! Эти замечательные дети уже ознакомились со стихами Рубена Григорьевича. И сейчас я их с радостью приглашаю на сцену для прочтения стихов. Пожалуйста, под ваши аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Детство! Детство! Помню до сих пор голубых небес твоих сияния И прохладу горного ручья И степей горячее дыхание Платья разноцветные лугов Яблон белоснежные наряды Пожарилья гор и облаков Зори помню чудные закаты Помню маму милую мою И ее чудесную улыбку И очей ее родных И очей родных мне в глубину кипячали горькую слезинку Буду вечно помнить, буду чтить Близких мне людей, отца родного Разве я лишен всего святого, чтобы то, что свят, разрубить? Эта зимняя ночь Так похожа на сказку Безмятежно горят ее в небе огни Там летимых коней заправляют в упряжку К нам знакомой тропой быстро мчатся они Среди густых оплаков по безбрежным просторам До сугробов скользит золотая ладья Вижу я, как туман опустился на горы Тихо падает снег, дремлет берег ручья На душе так легко Знаю, Бог рядом с нами Он хранится от зла, избавляет обед Мы идем до реки Снег скрипит под ногами И строится с небес в тишине лунный цвет Наследних дней настигла всех жара Бежим мы в тень в часы дневного зноя Купаются фонтаны детвора И кружатся стрекозы над водою На лавочке в тени цветущих лип Мы здесь в душе приют находим А ветерок про нас снимает клип И в чувства нас измученных приводит Как хорошо сидеть в проходе дня Смотреть, как пчелы кружат над цветами Нась благодать небесная твоя Знакомить здесь с твоими чудесами Тут под окном она Стоит одна Возле кустов душистой алой розы И радостью душа ее полна И на щеках ее от счастья слезы Взгляни сюда Здесь могу не узнать Ну прямо знаменитая актриса А вот мы снова вместе все опять На следующей с ней рядом тетя Лиза Последняя милень не больше всех Здесь мама вся счастливая такая Зима, мороз, кружится белый снег Тропинку возле дома заметая А мы с сестренкой на крыльце Нам весело глядеть на этот танец У мамочки улыбка на лице И на щеках ее горит румянец Да, быстро пролетели эти дни Прошли года Живых уж многих нету Остались фотографии одни На память неизвестному поэту Мне в эту ночь Во сне приснилась мама Я очень ясно помню этот сон Она лицом своим Стояла храма В котором был Когда-то я крещен А в тишине Над храмом проплывали Цепочкой длинной Караваны облаков И купола его Огнем блескали В лучах зари Их видно далеко Я подбежал к своей Любимой маме Как в детстве маму С нежностью обнял К ее лицу Прижался я губами С любовью маму Я поцеловала В лучах зари Сны наши Тают Открыв глаза А мамы рядом Нет Ах Почему нас мамы покидают Но небеса Молчали мне в ответ Скажите А как они рождаются Вообще Вот стихи Как происходит Творческий процесс С чего это начинается Сейчас у нас много Школьников Здесь присутствуют Да и пожилые люди Никогда не поздно Начать Творить добро Творить красоту Поэтому поделитесь Пожалуйста Никогда не говорил Как у меня произошло Но прежде у меня Произошла встреча Встреча с Господом Это произошло Через слово И Господь коснулся Моего сердца И я начал писать Начал писать стихи И в этот день Например Я помню этот день Я не помню число Какое это было Но я помню этот день Я помню Как это все происходило Я помню У меня даже не было Ни тетради Ни ручки с собой Единственное то Что вот мы В сторожке у нас Там какие-то книжки были И тетрадь была Где мы сдаем Ну смену Пересменку И вот когда коснулся меня Вот Господь Да И пришел Ну этот дар пришел И просто до такой себе Неудивительно было И я писал На чем попало Вот приходили эти первые стихи Первые стихи Они были духовные стихи К этому времени Я прочитал Ну новый завет Евангелие прочитал И вот какие-то фразы Даже полностью Целиком приходили Ну приходили оттуда Вот Ну Как бы Как литературное произведение Возможно Оно не выдерживало критику Но Тем не менее Тем не менее Там была правда И когда я с этими стихами Подошел Ну к отцу Дмитрию Ну в церкви тогда он служил Отец Дмитрий И он говорит Ну вот Он как бы Господь тебя использует Как рупор Да То есть я считаю Это ну Поэтический дар И вообще любой дар Это ну дар божий Как вот писание говорит Дары различные Но дух один и тот же Дух божий Одаряет человека определенными дарами Поэтический ли дар Не знаю Поет ли человек Танцует Но Но это дар божий И дар божий И дар божий дается Как инструмент Да То есть дары И вдохновение Даже оно приходит Все приходит От моей жизни Это было так Я это почувствовал Да И В какой-то момент Родилось стихотворение Там если можно Я его прочитаю Да Оно Оно как Я не знаю Как Исправитель Как вот То что Коснулся Господь моего сердца И В моей жизни Произошло Как вот Я развернулся На 180 градусов Пошел уже По другой дороге Да По той По которой он идет Я не живу Той жизнью прежней Когда безудержно грешил И голос твой Не слышал нежный К тебе навстречу Не спешил Влекли меня Мирские страсти Играл я в карты Пил вино Искал потерянное Счастье И незаметно Шел на дно Так продолжалось Год за годом Была и скорбь И теснота Пока однажды Ненароком Не повстречал В пути Христа Христос Так благ Мгновение Ока Меняет Наши он Сердца Я вдруг Услышал Голос Бога Голос Небесного Отца Тех слов Я в жизни Не забуду Они огнем Мне душу жгли Я долго Радовался Чуду Бог Говорил мне О любви Рубен Рубен Григорьевич Я вот тут Подсмотрела Всем говорю Подсмотрела Лежит тетрадка Не только стихи У Рубена Григорьевича Те, которые Вошли в сборник Это не все Его стихи Это очень Малая часть Ну Насколько смогли Настолько Напечатали А вот Две Увесистых Толстых Тетради Это тоже Его стихи И вот сейчас Именно Из этой тетради Вы услышали Стихотворение Прочтение Рубена Григорьевича Замечательное Кстати Буду иметь ввиду Что вы прекрасно Читаете стихи Рубен Григорьевича Вот И еще Вопрос такой Вот вы сейчас Рассказывали Что впервые Вы почувствовали Зов Божий И написали стихотворение Вы его чуть-чуть Помните хотя бы Я Стихотворение Самое я не помню Но название помню Дорога к храму Называлась Дорога к храму Ну уже достаточно Дорога к храму Да А еще Вот есть у вас Какие-нибудь Помимо тех стихов Которые вот сегодня Здесь прозвучали Очень любимые Очень Которые хотелось бы Вот сегодня Подарить нашим зрителям Есть Пожалуйста Прочитайте Пожалуйста Еще луга Покрыта мглою Вершины гор Объяты сном А в небе С утренней звездою Уже звучит его псалом И пробуждается природа Услышав Смысл передается Но очень часто Вот когда пишутся стихи По случаю Наверное Доводилось Каждому читателю В интернете Или так Попадали стихи Ну Ни о чем Одна рифма Или нет рифмы Но о чем Есть такое же Правда А вот у вас Скажите Вот это природное чувство Рифмы Вот такой вот Замечательной Или вы как-то У кого-то Учились Я могу ответить Опять таки По слову То что От меня Ничего не исходит Как он Как он побуждает Как Господь Побуждает Вот так он И ложится Если Если допустим Я просто нахожусь В таком состоянии Как бы обычно Понятное дело Ну начну что-то Из себя Выдавливать Оно Ну не получится Вот как вы Вы сказали Вот будут рифмы Но когда Бог касается Твоего сердца Когда он тебя ведет В этом То Ну тогда Тогда рождаются Вот такие строчки А каковы они Не мне судить Да Насколько они Я не знаю Совершенны Как они звучат Это уже Как бы Ну тем Кто к слушающим Относится Спасибо Дорогие друзья Вы простите Пожалуйста Рубин Григорьевич Но сегодня Ваш вечер Поэтому к вам Могут обращаться И присутствующие В зале Вот Сейчас Самый первый Подарок К вам уже прибыл Из музыкальной школы Дорогие друзья Встречаем Владимир Игорь Дорогие друзья Это музыкальный Подарок Для вас Рубин Григорьевич Пожалуйста Можно еще Активнее Поддержать Аплодисменты По просьбе В общем Прежней публики Которая меня слушала Когда мы были на войне Это по просьбе Литературного клуба А потом мы вернемся Когда мы были на войне Когда мы были Ной-то на войне Только же ты думал О своей Любимой Любимая Литературный клуба Только же ты думал О своей Любимой Литературный клуба И я конечно думать не мог И я конечно думать не мог Когда на трубочку глядел Когда на трубочку глядел Я помнил и как ты мне удала Я помнил и как ты мне удала Что сердце девичье своё Давно другому отдала. И я не думал ни о ком, Я не думал, ой, да ни о ком. Я только трубочку буду С турецким и горьким кабачком. Я только трубочку буду С турецким и горьким кабачком. Хочу вам сказать про этого человека, вот я всё время думаю. Понимаете, вот сейчас в наш такой сложный, в наш нехороший, мягко выражаясь, век, есть человек, который умеет писать красивые стихи, который наблюдает природу, который оценивает и любит закаты и восходы. И во всех стихах его любовь, во всех проявлениях. Это любовь к родине, любовь к нашей природе, к нашим женщинам, к матери, любовь во всём, к жизни любовь. Понимаете? Вот, я считаю, что это талант, которому надо сегодня всем нам сказать спасибо. И то, что он за свои кровные сделал, вот, это его гражданский подвиг. Я его поздравляю и желаю ему всего хорошего. А теперь, дорогие друзья, ну, скажем так, Рубен Григорьевич для вас много читал, много говорил. А теперь ваша очередь. Наверное, у кого-то созрели какие-то вопросы, какие-то мысли. Пожалуйста, задавайте, нам будет очень приятно. Пожалуйста, мой хороший. А можно спросить, а давно вы начали писать стихи? Ну, с 2007 года. Лет до 12. Лет 12. Пожалуйста. Вот этот интересный момент, кто вы по роду, и почему Грузия, старая родина или первая родина? А как это было там? Потому что родился и вырос в Грузии. Это в стихах, наверное. В стихах это есть. Да. А почему, это вопрос не ко мне. Да, вот. Родился там, как я могу, не знаю. Объяснение. А давно в городе, девочки, в Гордобане, да? В Гордобане. В Гордобане, Гордобане. Ну, наши переехали, дедушка с бабушкой, в 1933 году, когда там были вольные поселения. А так, дедушка с бабушкой, они выходцы из Карца. Карская область, это, ну, на тот момент это была часть Российской империи. Карская губерния называлась. Ну, связи с распадом Российской империи. И там произошел, нехорошие события произошли. Геноцид армян произошел, и как бы не хочется об этом говорить. И вынуждены были переехать в Россию, в Краснодарский край. Дедушка с бабушкой. Поселились в Армавире. Мама моя там родилась, в Армавире, в 1927 году. А в 1933 они переехали в Грузию. А в 1962 я родился. Вот так вот. У вас есть замечательное стихотворение «Сон». И там вот последняя строчка именно об этом. Путь из Карца в Гордобане. Ей сулил, немало бед. Речь идет о бабушке Манушак. Если я правильно помню. Дорогие друзья, еще есть вопросы? Да вы не бойтесь. Вы задавайте. Особенно молодежь. Вам же жить, вам творить, вам писать. Не стесняйтесь. Наверное, вот вопрос был задан на будущее. Планы. И вот я опять смотрю на увесистые две тетрадки. Мне так хочется, чтобы они тоже были изданы. Именно вот в такой прекрасной форме, как издан этот сборник стихии из моего сердца. Потрясающе. Ну, сказать, что там выбраны лучшие стихи, трудно, потому что у Рубена Григорьевича все стихи замечательные. Даже те, которые не вошли в этот сборник. Вот. Можно вас попросить еще, как говорят, обнаглеть и попросить еще почитать? Конечно. С удовольствием. Спасибо. Да. Ну, вот опять я хотел бы вернуться к любимой теме. Это тема мамы. Она как бы никогда не наскучивает меня, да? Ее посещает. И не рождаются, да, вот эти строчки. Ну, хотел бы начать со стихотворения, которое было написано еще при жизни мамы. Оно прозвучало здесь, ну, какая-то часть, а вот другую часть его хотел бы озвучить, если можно. Угу, конечно. Да. Я жду, когда окончится зима, растает снег и лед, уйдут морозы. И возле дома мамы у окна я по весне увижу снова розы. Я протяну ладонь свою к цветам и прикоснусь к дрожащим лепесточкам, как это было в детстве. Помнишь, мам, в те дни я был еще так мал росточкам. И капельки росы в ладонь ко мне падут с уже раскрывшихся бутонов. А я тем ранним утром по весне невольно вспомню в фото из альбома. Я часто вспоминаю о тебе страницей пожелтевшие листая. Такой, как ты, нет больше на земле. Ты у меня одна, одна такая. Пусть Бог тебя хранит. И пусть с тобой повсюду в жизни рядом пребывает. Даруя мир и радость и покой. От страшных бед и зла оберегает. Вот хотелось бы пожелать вот это мир, радость и покой всем, всем материам. Милые здравствующие. А те, кто ушли, как бы хочется верить, надеяться на милость Божью, что они с Господом сейчас. Вот так вот. И как бы в продолжении этой темы. Можно будет? Каждый в жизни на своей дороге. Кому слуха, кому дождь прошел. Вспоминаем мы тогда о Боге. Когда нам плохо, а не хорошо. Всегда Он с нами и на небесе. С Ним пребудет разум и силы. Перед иконой тихонько попроси. Прошу Тебя, о Господи, по миру. Спасибо Господу, скажи, что Ты живешь. Здоровья попроси родным и близким. С Ним пребудет разум и силы. Перед иконой тихонько попроси. Прошу Тебя, о Господи, по миру. Будьте достойны своей дороги. Живите праведно и верьте в чудеса. Не забывайте никогда о Боге. Смотрите чаще с верой в небеса. Всегда Он с нами и на небесе. С Ним пребудет разума и силы. Перед иконой тихонько попроси. Прошу Тебя, о Господи, по миру. Достаточно? Доброе утро, доброе утро. Всемирному отдыха нет. Доброе утро, доброе утро. Пищит надрываясь в оса. Доброе утро, доброе утро. По зеленой траве роса. Доброе утро, доброе утро. Кто рано встает, кто позже. Доброе утро, доброе утро. Кто не ложился, тоже. Доброе утро, доброе утро. Не будите спит детвора. Доброе утро, доброе утро. Ногу в стремя пора. Доброе утро, доброе утро. Близким, знакомым, друзьям. Доброе утро, неприходящих. Успехов вам. Доброе утро, доброе утро. Тем, кому кофе в кровать. Доброе утро, тем, кто любимых хочет всегда удивлять. Доброе утро, доброе утро. Кто выспаться не успел. Доброе утро. В бок толкали, а нечего было храпеть. Доброе утро, доброе утро. Тем, кто встает с подуна. Доброе утро, значит, по-русски было вчера до дна. Доброе утро, доброе утро. Доброе утро, зайка с экрана машет. Доброе утро, доброе утро. Доброе утро, пушистый, поет и пляшет. Доброе утро. Доброе утро, это, конечно, можно в ютубе слезать. Доброе утро. Отлично желаю, готовое мне, не в кайф. Доброе утро, доброе утро. Желаю здоровья всем. Доброе утро, доброе утро. Бегайте, я кашу ем. Доброе утро, все контакты шлют, вселенский привет. Доброе утро, все терабайты съел. Завис интернет. Спасибо вам большое, что вы пришли и не оставили без внимания этот вечер. И также вот Владимир Микифорович ушел, но обязательно передам ему огромное спасибо от всех вас. Вы его наградили щедрыми аплодисментами и еще. Это были подарки действительно не запланированные, это были подарки от чистого сердца. Рубен Григорьевич, можно я вас прошу, вот я смотрю, у вас тут члены семьи присутствуют. Это очень здорово, потому что когда в семье взаимопонимание, поддержка, и даже если не разделять какие-то взгляды, какие-то мнения своего отца, свекра, мужа, я думаю, все равно это замечательно, что здесь сейчас присутствуют ваши родные. Это, конечно, в душе теплее. Согласна с этим, да? Вот, разрешите, я вас попрошу, представьте, пожалуйста, свою семью. Супруга моя, Люба, сын Георг, невестка Гайне, внучка, внучка Ари Вик. Ари Вик в переводе на русский означает солнышко. Это наше солнышко. Ну, хотелось бы, чтобы солнышко всегда улыбалось, но, к сожалению, иногда плачет. И когда она плачет, когда капризничает, плачет, мы ее называем, мы ее называем, как мы ее называем? Анзревик. Анзревик. Дождик, это дождик, да. Анзревик, это дождик. Вот, вот так. Дни проходят, время пролетает. Вихрем вдаль уносятся года. Седина виски мне покрывает, от нее не деться никуда. Вот уже и подрастают внуки, а у них-то жизнь вся впереди. Я с любовью их беру на руки, с трепетом прижав к своей груди. В этот миг без всякого смятения я для этих славных малышей у небес прошу благословения. И покой прошу душе своей. Одна внучка или еще есть? Внучок. Еще внучок. Внучок сегодня не пришел. Ему некогда. Занят очень. Сильно занят. Да, очень не желаю. История такая была, ну, не одна история происходила, когда я в парке, старо жил в Нижнем парке определенное время. И были и печальные истории, и веселые истории, и смешные. И вот одна из таких историй, она в стихи попала. Я ее озвучу сейчас. Помню как-то в Нижнем парке на скамейке в час ночной Две подружки, две смуглянки, разговор вели живой. Ярко звездочки нерцали, с неба падал лунный свет, над рекою проплывали облака мгновением следа. Кусты от роз благоухали, к ним снисходила благодать, а подружки выпивали. Что в душе у них, как знать. Время шло, и среди ночи в безмятежной тишине вдруг их звонкий голосочек долететь успел ко мне. Эй ты, сторож, милый дядька, подходи поближе к нам. Ты на нас, красавец глянька, мы не хуже светских дам. И походка, и манеры о величии говорят. Пред тобою королевы. Ты напрасно прячешь взгляд. Если хочешь, выпей с нами. А не хочешь, так постой. Горе с вами, мужиками. Что молчишь, как неживой? Из-под лоба смотришь хмуро, словно мы тебе должны. Не сердись. Мы просто дуры. Мы до чертиков пьяны. Не суди нас ради Бога. Ради Господа прости. Укажи нам, где дорога. Заблудились мы в пути. Вот такая история. Загрущу в чужом краю, Споклю небо, журавки ноги, Песню русскую спою. Если ты не пролин, Я не знаю темы, Лучше той, что меня простила. Синий свет рукава, В небесе синеках, И света подберешь. Россия Я думаю, что все уже высказались Да, или я только так думаю Все уже спросили, что хотели Рубен, пожалуйста А можно, ребят, автограф? Автограф! Рубен Григорьевич Первый в жизни, да? Первый в жизни, да Ну, Михаил Безаначалов, посмотрите Один первый, сразу второй пришел И третий, еще желающий Стихотворение Рубена Григорьевича Рабетова читает Его внучка Оно называется Благодарю я Бога Благодарю я Бога За чудо и дали И жизнь наша Бога до имени Перечисленные станут И всего на вам Ему вода Зазову Молився небесам Мы рады будем видеть вас Еще в нашей гостиной Не один раз Сказать что-то А у вас есть На родном языке есть Пишите ли вы На родном языке Нет К сожалению Нет К сожалению Нет Спасибо вам огромное До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова